Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь. Игорь, приветствую вас. Я знаю, что с вами тоже можно обсудить эту тему. Наверняка вы слышали, что сказал Дон-Дон по поводу Кадыров, по поводу ОДКБ. Мы можем еще раз это посмотреть, а потом это прокомментировать. Есть организации ОДКБ, по-моему, Дон. Вот от этой организации, Дон, для России никакой пользы нет. Вы почему молчите, Дон? Вы почему не говорите, Дон, о своих соседях, Дон? Почему вы не стараетесь делать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет, Дон, позиций против, Дон, бандеровцев, против нациков, против фашистов? Которые убивали наших предков. Мы же вместе воевали против Бандерадона. Как вы можете прокомментировать это видео, почему Кадыров решил высказаться с такой критикой ОДКБ? О чем это говорит? Кадыров уже давно превратился в такого карикатурного персонажа, который пытается... На самом деле, существование Кадырова – это несколько вещей. Во-первых, он выступает в роли одного из пугал. То есть, Путину очень важно, чтобы были какие-то у него во дворе очень злые, тысные псы, на которых он постоянно может показывать и говорить, берегите меня, потому что смотрите, что у меня там за спиной творится. Вот если, так сказать, вы меня тронете, вот это вот все, оно будет, так сказать, натравлено на вас. Я их еле-еле сдерживаю. Но это идея, так сказать, давнишняя идея русского царя, как последнего европейца. Вот, Путин все меньше похож на европейца, уже фактически довольно сложно его так называть, но тем не менее, по сравнению с Кадыровым, да. Да, он, так сказать, совсем уже, совсем уже плохо, он уже там публично выковыривает козявки из своего носа на международном экономическом форуме. Но тем не менее, вот показывая такое пугало, ну это не единственное пугало в России, то есть там и Медведева можно показать, который пытается тоже, так сказать, себя позиционировать в качестве пугала. У него, конечно, не так убедительно получается, как у Кадырова, но в любом случае это вот такая вот история. То есть на самом деле он выполняет определенную функцию в российском медийном и политическом пространстве. Ничего серьезного за этим нет. Понятно, что жизнь Кадырова, она фактически равна продолжительности, так сказать, политического режима Путина. Как только путинский режим исчезнет, Кадыров исчезнет тоже, поскольку этот режим, он абсолютно противоестественный. Так что вот такая вот основная функция, ну и кроме всего прочего, это попытка, так сказать, оправдать свое уникальное существование в рамках России, доказать, что он действительно самый главный пехотинец Путина. Ну давайте об еще одном пехотинце Путина, не намного более цивилизованном, но тем не менее, Сергей Лавров совсем недавно, вот свежее высказывание по поводу Молдовы предлагаю посмотреть. Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую крайнюю. И такой потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства, он весьма и весьма показателен, когда заявляют, вот давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда может быть мы будем решать, оставаться ли нам в Содружеств независимых государств. Ну и прочие заявления, вот русские должны нам опять дать скидку на газ, по сравнению с теми контрактами, которые были подписаны, отсрочить платежи. То есть такое, знаете, попрошайничество, по большому счету, вымогательство. Ну вот, Игорь, что означает? Молдовия приготовится? Ну, дело в том, что накануне Молдовия категорически выступила против трансляции российских телеканалов, потому что они являются попагандистами. Ну понятно, вот звоночек, вот звоночек теперь. Да, то есть это обмен любезностей. Что они могут сейчас, вот кроме слов, то есть чего стоит опасаться Молдове? Нет, ну реально, конечно, в Молдове опасаться нечего, потому что даже вот если посмотреть на карту, то вероятность того, что Путин там нападет на Молдову, она очень близка к нулю. Но в принципе, конечно, в Молдове надо форсировать дальнейшую интеграцию с Евросоюзом, дальнейшее, ну и в общем-то позаботиться о своей безопасности. Потому что провокации самые разные возможны, там можно, Россия может как-то пытаться устроить провокации через Приднестровье. То есть на самом деле Россия крупнейший в мире поставщик гадости, поставщик неприятностей. Поэтому вот думать о том, что у России сегодня нет сил для того, чтобы поставить еще какую-то порцию неприятностей и гадости какой-нибудь стране, так думать опрометчиво. Путин доказал, что он умеет делать гадости, даже когда от него этого не ждут. Сил, конечно, воевать, захватить, уничтожить совсем это, на это у него сил нет. Но в Молдове, конечно, надо остерегаться. А это означает, что надо укреплять оборону тоже, подумать о том, чтобы все-таки вооруженные силы какие-то иметь. И, конечно же, форсировать интеграцию с Евросоюзом в дальнейшем и с НАТО. Игорь, только что говорили с любовью по поводу прошедшей недели, что нас больше всего впечатлило, что было самым таким, наверное, существенным. Я вот обозначил, наверное, не самую приметную новость в контексте визита в Украину европейских лидеров, потом якобы уже сделанного принятого решения, ставится кандидата для Украины и так далее. Но вот я обозначил бы заявление Столтенберга по поводу того, что НАТО понимает, что война будет затяжной, должна быть готова поддерживать Украину до конца, будет выделять помощь для обеспечения перехода от советского до натовского вооружения. То есть, вы считаете, можно это считать таким переломным моментом по части западной военной бюрократии? Ну, я думаю, что это хорошая новость, безусловно, сказать, что это совсем уж вот такая знаковая история. Все-таки, да, Столтенберга, он действительно глава натовской военной бюрократии, но в конечном итоге все-таки там нет вертикали, вот в НАТО нет такой жесткой вертикали, все-таки в значительной степени решают главы государства. Здесь важнее, конечно, позиция Байдена, позиция Соединенных Штатов Америки, а она примерно такая же. Вот это вот радует, потому что на самом деле, ну, Столтенберга, естественно, это некоторая собирательная фигура, такая проекция от политических воль ведущих стран НАТО. И в данном случае, да, это хорошая новость. Я считаю, что, тем более, что на самом деле, ну, понимаете, отношение к этому двойственное. Вот эта история, здесь я немножко поперек скажу, значит, отношение двойственное. Разговоры о том, что война будет длительная, означает, что, и вот все остальное, что вы сказали, что вы подтвердили, с одной стороны, означает верность своим обязательствам стран НАТО. И страны НАТО действительно будут, не бросят Украину, это очевидно. Но с другой стороны, вот это вот теневая сторона этой новости. А именно то, что на самом деле понятно, что если бы была политическая воля закончить эту войну, то страны НАТО могли это закончить. Ну, я не знаю, я не военный эксперт, но из того, что говорят военные эксперты, из того, что мы знаем о соотношении сил, страны НАТО могли закончить эту войну некоторое время назад. Если бы сконцентрировали в Уфиле, если бы передали Украине достаточное количество вооружений, если бы не была вот эта... Страны НАТО и Соединенные Штаты Америки умеют реагировать быстро, когда надо. В данном случае была вот такая вот нерасторопность. Является ли эта нерасторопность закономерным следствием бюрократии? Американской, европейской и так далее. Вот я не уверен, что только это. Я не исключаю, что в принципе, да, Запад безусловно поддерживает Украину, вне всякого сомнения. Ну, за некоторыми изъятиями это на них наплевать, потому что это мелочи. Но в целом, в общем-то, вот немедленно раздавить путинский режим, в общем-то, они не готовы. По целому, ряду причин. Одна из причин, возможно, просто опасение, а что будет после Путина. Ну, там вот это пугало Кадыров и так далее. Ну, понятно, что очень мало кто из серьезных экспертов предполагает, что Кадыров будет играть какую-то существенную роль после путинской России. Но идея, что Россия развалится и ядерное оружие расползется, и Западу придется иметь, значит, дело с очень опасными, ядовитыми, токсичными осколками Российской империи. Ну, мы это видели в 90-м, 91-м году, когда Соединенные Штаты Америки очень уговаривали Украину, в частности, Кровчука. Помню, как президент Соединенных Штатов уговаривал Кровчука не форсировать развал Советского Союза. Ну, вот они смотрят на это так. Ну, и второе, они, в общем, безусловно, вот здесь идет речь постоянно о возможности ядерной войны. Да, она сейчас невозможна, потому что есть инстинкт самосохранения. Но если будет угроза существованию режима, а значит, угроза физическому существованию Владимира Путина, то тут возможны варианты. Поэтому и Запад это просчитывает. Поэтому, в общем-то, есть желание постепенно удушить, так сказать, путинскую Россию. Вот, так сказать, провести все-таки удушение, а не мгновенное уничтожение. Вот так я воспринимаю разговор. Игорь, вот тут в этом контексте Путин же тоже понимает, как бы, что где у него здесь есть потенциальные союзники. Мы говорим, что у него нет на Западе союзников и так далее, и вообще нет союзников. Но время в какой-то степени может играть на его стороне. Вот Дональд Трамп пару дней назад опять разразился словесным поносом, иначе это не назову, сказав, что то, что делает Америка в Украине, приведет к третьей мировой войне. Вот это просто... Я подозреваю, что сейчас будет игра на то, дождаться 2024 года, чтобы пришел к власти опять или Трамп, или похожий на него, и полностью свернул бы поддержку Украине. Вот вы считаете легитимным такое вот мое подозрение о возможных планах Путина? Ну, то, что у Путина нет союзников, это, конечно, не так. Другое дело, что эти союзники, как правило, являются... Это не во власти, это маргиналы. При том, что там за Трампа чуть ли не половина Америки, это с политической точки зрения, это, конечно, маргинал. И расчет на маргиналов разного рода, и левых, крайне ультралевых, ультраправых, и вот таких вот экзотических персонажей, как Дональд Трамп, этот расчет достаточно очевиден. Ну, то, что там логистика не очень складывается. Во-первых, ну, более-менее очевидно, что 24-й год – это, ну, год, до которого очень надо дожить, в том числе надо дожить путинскому режиму. И до этого времени, ну, нет особых сомнений, что ситуация в корне поменяется. И вот если все-таки летом, в конце лета, там, в августе, будет уже настоящий, потому что долго тянуть-то совсем нельзя, ну, месяц еще тянуть с поставкой вооружения, и украинская армия пойдет в наступление, и если ситуация будет такая, что будет освобождена хотя бы Херсонская область, хотя бы, я не говорю сейчас о, ну, я имею в виду Херсонскую область, Запорожье, та часть, которая оккупирована, я уже не говорю сейчас о Донецке и Луганске, но если хотя бы Херсонская область будет освобождена от оккупантов, это будет совершенно другая ситуация, совсем другая ситуация. Это будет уже ситуация, при которой довольно сложно будет вести, так сказать, разговоры о безоговорочной победе, о том, что вот скоро-скоро-скоро, я имею в виду российскую пропаганду. Это будет совсем другая ситуация и в моральном отношении. Поэтому я думаю, что говорить о 2024 годе, как о некоторых надеждах, довольно сложно. Надежды у Путина, может быть, и связаны с этим, но эти надежды эфемерны абсолютно, поэтому я думаю, что все, все-таки, все-таки закончится раньше. Вы знаете, вот тут же есть еще одно очень хорошее, важное событие. Значит, Борис Джонсон побывал в Украине, и сразу же после приезда вышла его статья, колонка в газете Sunday Times, где он предупредил, что следует готовиться также к затяжной войне в Украине, и также заявил о необходимости долгосрочной стратегии поддержки Киева в противостоянии с Россией. То есть фактически он предложил определенные алгоритмы, которые помогут выстоять Украине. Это касается и экономических вопросов, это касается и военной стратегии, и финансовой поддержки. И главной причиной Борис Джонсон указал то, что Украину необходимо поддерживать, потому что Россия может прийти и в западные страны. То есть западные страны сейчас тоже находятся под угрозой. Как вы думаете, Запад понимает, что на Украине Россия не остановится? Я думаю, что понятие Запада в данном случае не очень адекватно, потому что Запад разный. И есть значительная часть политиков, таких как Борис Джонсон, таких как, скажем, тот же самый Дональд Трамп, целый ряд других, я уж не говорю о Польше и странах Балтии, здесь понимание это есть еще как, это очень острое понимание. И не случайно вот этот блок Лондон, Варшава, три страны Балтии и Украина, этот блок выстраивается, он является таким вот пересекающимся множеством с Евросоюзом. Это страны, которые остро понимают российскую угрозу, и которые занимают несколько иную, гораздо более, так сказать, жесткую позицию по отношению к этой угрозе. Я думаю, это понимание есть. Это понимание есть у целого ряда политиков. Не у всех. Но я думаю, что в Соединенных Штатах Америки это понимание тоже есть. Не случайно Конгресс так единодушно голосует за поддержку. И вот что касается идеи Бориса Джонсона, я бы здесь выделил помимо вооружения, еще и некоторое подобие плана Маршала в отношении Украины. Мне кажется, это очень важная история, потому что готовность Запада, в принципе, просто взять Украину, ну не на баланс, это не то слово, но во крайней мере, так сказать, помочь Украине восстановить свою экономику и дальше ее развивать, это важно. Мне кажется, это гораздо важнее, чем членство в НАТО. Вообще, я бы сейчас попробовал все-таки как-то развеять вот этот миф о таких сакральных символах, как членство в НАТО, членство в Евросоюзе. Значит, на сегодняшний момент та помощь военная, вооружениями которой оказывают страны Запада и страны НАТО, безусловно, прежде всего, в Украине, она беспрецедентна, ни одной стране НАТО не оказывалась такая помощь. И что касается Евросоюза, значит, если Запад действительно реализует какой-то... А именно эти разговоры сейчас идут, и это предлагает Джонсон, если Запад реализует что-то а-ля план Маршала по отношению к Украине, то это будет важнее, чем любое членство в Евросоюзе. То есть, фактически, это будет такая мощная поддержка, и Украина благодаря этому, она, конечно, не только выстоит, она, в общем, займет свое место в Европе, и дальше уже вступление в Евросоюз станет технической подробностью, оформлением вот этого реального места на Украине. Игорь, смотрите, ну вот российская пропаганда, в частности Путина, вот понятно, что их кауза бели, причина идти войной, одна из была вот предотвратить расширение НАТО, не допустить членства в НАТО Украины. А вот по поводу Евросоюза, они высказываются так вот пространно, и вот сейчас Путин комментирует, что это решение суверенного государства, там, мы не будем против, типа, хотя, собственно, весь Майдан в 2014 году из-за этого и начался. Вы считаете, он лукавит? И, с другой стороны, обратная сторона этого вопроса, каким-то образом это кандидатство Украины как-то повлияет на ход войны? Я не вижу никакой причинно-следственной связи между кандидатством Украины в Евросоюзе и ходом войны. Я здесь не могу усмотреть никакую причинно-следственную связь. Война будет продолжаться вне зависимости от того, является ли Украина кандидатом в член Евросоюза или нет. Здесь никакой детерминации не существует, на мой взгляд, по крайней мере. Я просто не понимаю, как этот механизм может сработать за или против войны. Что же касается различного отношения Путина к вступлению в НАТО и вступлению в Евросоюз, то здесь достаточно очевидно. Голова Путина устроена таким образом, что он понимает только сил. Его устройство, того, что у него находится между ушами, это понимание только силы. Только силы имеет значение. Значит, НАТО – это сила. Евросоюз для Путина – это вообще ничто. Вот он не воспринимает Евросоюз как реальную угрозу. НАТО – это знаменитое сталинское высказывание, адресованное по поводу Папы Римского. А сколько дивизий у Папы Римского. Человек просто не понимал, что существуют хоть какие-то другие способы влияния, кроме военной силы. Вот у Путина также, хотя эта фигура совершенно не сопоставимая по масштабу, абсолютный карлик Путин по сравнению с величайшим злодеем человечества Сталина. Но, тем не менее, здесь сходство. И, безусловно, поэтому он старается предотвратить вступление в НАТО, а на Евросоюз ему наплевать. Это вот, ну, Господи, ну подумаешь там, какая-то организация непонятная, рога и копыта, значит, непонятно. Тем более, что созданное им информационное войско постоянно убеждает граждана, заодно и Путина, что Евросоюз вот-вот развалится. То есть вообще проблем нет никаких. Что же? Ну, пусть вступают. Спасибо вам большое. На этом мы вынуждены с вами попрощаться. Спасибо за то, что мы вместе подбили вот такие вот итоги недели. Я думаю, что с понедельника мы сможем снова встречаться в эфирах и снова обсуждать самые интересные новости, которые происходят сейчас и в мире, и в России, и в Украине. Напоминаю, Игорь Яковенко, журналист у нас на связи. Большое вам спасибо. Спасибо.